у меня пришел вот такой новый гель венолиса это средний гель средней консистенции несмотря на то что здесь написано джели но это джели принадлежит больше к эффекту к цвету он прозрачный 325 номер и у него бледно что-то у меня тут произошло бледно-розовый цвет немножко присутствует молочность белесость совсем чуть-чуть он на ногти выглядит просто максимально прозрачный очень очень легкий розовый такой тинт я его переложила вот сюда видите в белом он выглядит более розовым но на ногте он выглядит очень очень нейтрально прозрачным у меня девочки любят его и просто чистым выкладывать но любят и сверху этого геля наносить топ и вот у меня есть разные топы в один слой например вот такой жемчужины у меня есть топ голубенький у меня есть вот такой розово-фиолетовый вот такие вот металлические жемчужные топы я решила почему мне делать два действия и выкладывать вот этот гель и еще сверху него наносить топ почему бы мне не замешать непосредственно в этот гель очень похожий порошочек пигмент который мне бы дал примерно такой же эффект как вот этот вот топ может быть не то же самое но очень похожий что я выбрала у меня есть вот такой смотрите беру просто по что называется просьбе своих клиентов по популярности то что у меня больше делает у меня делают вот такую вот пудру этот мой топ это скорее пудра прям совсем совсем тоненькая ведь вот эта голубенькая вот такая эта пудра это не вот такой вот шиммер мелкий это все же пудра вот у меня и зелененькая это зелененькая у меня есть голубенькая это два самых популярных цвета как ни странно не розовый вот голубая видите она такая прям мелко зелененькая тоже такая мелко и их надо добавить очень очень мало потому что смесей с большим количеством которое дает уже такой явно перламутровый металлический эффект у меня много когда большое количество пигмента превращается в цвет гель уже теряет свою прозрачность такого у меня много а я хочу сделать чтобы у меня было прям минимально этого цвета то вот я приготовила два вот таких вот видите баночки мне их нужно нагреть я приготовила еще одну она у меня пустая я хочу вам показать вообще как этот гель средней консистенции да как он выглядит я хоть я здесь тоже наверное а с шиммером я хотела с более крупным смешивать эти вот это гель средней консистенции им очень удобно работать гели у меня подогретая облегчила себе работу беру первый гель вот справа добавлю в него шиммер розовый минимально зелененькая пудра идет минимальный эффект голубенький и мешаю такими не сумасшедшими движениями вот этот шпатель свой ставлю на пол и по полу начинаю за того что это пудра это возьмет некоторое время на кому как комкуется она себя ведет ровно так же как и например мука в жидкости начинает образоваться комочки вот этой пудры цветной но если вы будете мешать они у вас размешаются ногти желе с эффектом желе прозрачный прозрачный цвет и чуть-чуть эффект главное чтобы прозрачность была у меня еще один гель новый пришел я этой фирмы известная фирма это алиэкспресс и на я никогда не брала их строительные гели он называется мелкий джели white вот это джели я соотнесла с эффектом они с тем что консистенция его оказалось что это больше консистенции он очень вязкий смотрите я вот так сейчас прям перевернула вот тогда это не средняя консистенция его нет он то видите он даже не двигается он не гель жили он очень 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 вязкий гель очень густой гель такая консистенция мне тоже нужно немножко такой консистенции уже можно слишком жидкий гель привести в чувство и работать с ним это молочно-прозрачный цвет очень приятный такой не слишком белый не слишком прозрачный работать как он есть мне неудобно для этого у меня в моих запасах есть строительные жидкие гели они прям как водичка у меня есть белый у меня есть прозрачный и какой-то розоватый такой я в него добавила белый цвет я добавила немножко блесточек розовых здесь даже не розовый здесь золотые как шиммер у меня от mac есть шиммер золотой и я добавила сюда гель-лак белый молочный с зеленым шиммером здесь пузырики у меня остались только исключительно по краям это значит что они у меня уже все поднялись и с этим гелем можно уже по крайней мере сделать выкраску вот такие у меня прозрачные типы я использую чем они удобны и они вот здесь плоские видите они плоские они хорошо на мои книжечки на липкую ленту приклеиваю я сюда гель-желе не добавляла потому что белый прозрачный новый он сам как гель-желе и он не даст просто этому шиммеру упасть его надо было жидким разбавляет наоборот такой он вязкий и густой видите мне в нем понравилось что он белый не слишком пигментированный я работаю если у меня клиентки просят молочный белый я работаю более пигментированный как порцелан такой получается тоже очень красивый на более белый розовый приятный цвет легкий такой прям минимальный такой не слишком навязчиво розовый из девочки которые любят розовый но чтобы он был нежный с гель-лаками отлично мешаются главное не переборщить ну ну не знаю эта ситуация когда вы положите в твердый гель 50 на 50 гель-лака тогда он может быть на твердость повлияет выше добавляете гель-лак для того чтобы оттенок придать гель-лаки как правило пигментированные или попробую нанести свои новые ели которые я замешала они еще немножко жидковатые я выкладываю довольно много на образцы поэтому они ведь у меня немного могут растекаться минимально заметный эффект видно чуть-чуть это специализированное направление это такое limited edition для тех клиентов которые это любят у меня конкретно есть девочки которые любят вот такой эффект зеленый немного крупнее был шиммер поэтому его тут видно лучше ногти конечно не получаются такие кристально прозрачные потому что есть там натуральная до часть ногтя где такая розоватая отросший часть поэтому прям кристально прозрачности не будет на ногти будет все равно некоторая такая каким-то цветом подложка которая поможет проявить цвет про может поможет проявить эффект розовый цвет я уже заканчиваю снимать свое видео это последнее что я хотела вам показать розовый вот такой цвет тоже интересный эффект на совсем прозрачном фоне покрываю все топом прозрачным в лампу на 60 секунд он в лед лампе 60 секунд прекрасно просыхает у меня мощные лед лампы я не помню точно больше 48 ватт я покупала лампу и все и образцы у меня готовы